Это топ Лизы, а это мой топ. О боже, я буду только пользоваться лондой, шампунем и кондиционером. У нас масло льется, это просто литрами. Шуршать волосы будут, недопустимо дешево стоят. Имеет хорошую фиксацию. Один большой жирный минус. Переутяжелить этим продуктом волосы нужно настолько сильно постараться. Потому что ты не в курсе, что там составит. Извините, топ-стилист здесь один. Я просто стилист, не обижайте меня. Привет, ребята. Сегодня мы продолжаем рубрику «Что купить у?». И на этот раз я пригласила Кирилла. И мы будем обсуждать, что купить у Londo Professional. О лучших средствах, о топах продаж, хитов, бренда. Что мне понравилось. Я расскажу, исходя из своего опыта использования. О своих любимчиках. А Кирилл расскажет из своего опыта. Всем привет. Я являюсь топ-стилистом компании Londo Professional. Я являюсь участником креативной команды Londo Creative Team Россия. И я очень много, конечно же, работаю на бренде Londo Professional. Начиная от уходовых средств, заканчивая стайлинговыми средствами. И мой опыт, наверное, можно назвать большим. Потому что я уже порядка 5-6 лет работаю на этом бренде. И практически каждый продукт, если мы говорим о топах бренда, знаю от и до. Поэтому давайте начнем. Я специально позвала Кирилла, потому что кто, если не он, расскажет подробнее о средствах. Напоминаю, что эта рубрика не спонсирована. Все, что мы будем сегодня говорить, это исходя из нашего опыта, что нравится. Будем также, наверное, о деталях, которые могут мне понравиться, что-то расскажем. На самом деле, сегодня будем говорить именно о классных средствах. Опять же, с уклоном, как я делала в ролике «Что купить у Davines» на уход для разных типов волос. Для поврежденных, для нормальных. Здесь сейчас давай уже, наверное, начинать. Как раз-таки сначала расскажем про уход. Здесь вот Кирилл выстроил такую красивую инсталляцию из средств от Londo. И завершим это видео мы стайлинговыми средствами. Давайте начнем с продуктов, которые являются уходовыми средствами, уходовыми линейками. И, безусловно, сама линейка ухода за волосами и кожей головы Londo Professional намного больше, чем мы здесь представили. Но так как это не какое-то прям обучающее видео, и оно не несет смысловой нагрузки с точки зрения того, что нам нужно вас познакомить со всем репертуаром компании Londo Professional, что я лично от себя, Лиза, мы взяли какие-то прям топовые продукты, которые нам нравятся. И которые многим подходят. Да, которые многим подходят, да. Назовем их универсальными, да, наверное. Давайте начнем с первых двух продуктов, которые стоят вот здесь сразу с краю. Это шампунь и кондиционер линейки Deep Moisture. Она является увлажняющей серией, увлажняющей линейкой. И, на мой взгляд, она очень классно подходит, ну, практически всем клиентам, у кого волосы не окрашенные, не осветленные, не обесцвеченные. Ну, просто натуральные, да. Я заранее сделаю такую маленькую ремарку и сделаю такое небольшое отступление, что я, правда, слабоват на составы, на компоненты, на все это. Мне, ну, не сказать, что я прям совсем на это не обращаю внимания, но давайте такой простой пример приведу. Мне абсолютно плевать, из чего сделан лак, если он классно работает, ну, правда. Если вам интересно почитать, что прям конкретно в составе, какие компоненты, чего, сколько в каждом из продуктов, зайдите, пожалуйста, в интернете. Есть эта информация в свободном доступе. Да нет, мы про каждое из средств, я оставлю ссылки в описании под видео. А, ну или так, да, или так. Потому что все топы, которые сегодня мы здесь будем показывать, есть в описании под роликом, поэтому после того, как вы посмотрите, если что-то выберете для себя, что захотите попробовать в уходе или в стайлинге, так что переходите вот в описании, там есть все ссылочки. Да, я не буду тратить сегодня время на то, чтобы разбирать состав, о том, говорить, что там вот масло Макадамии, там здесь 3%, 6 грамм на литр, там, и так далее. Нет, конечно, мы об этом не будем говорить, это скорее такое эмоциональное видео, и мой, и Лизин опыт, да, работать с этими продуктами. Но единственное, что мы все равно отметим про шампуни, что они сульфатные. Просто если кто-то, допустим, избегает в уходе сульфатов по каким-то причинам, то шампуни, про которые мы сегодня говорим, они содержатся. Да, здесь именно представлены продукты, правильно уже Лиза сказала, сульфатные, но мы где-нибудь здесь сделаем вставку. У компании London Professional есть линейка бессульфатная, да, она называется Pure. Очень многие клиенты, и, ну, там, не только клиенты нашего салона, в принципе, те люди, которые пользуются этим брендом, фанатеют с этой линейки и говорят, что она вообще просто вообще вау. А что мы ее не взяли? Ладно. Про мой топ, мы же говорим про мой топ, да? Ладно, ладно, ладно. Я не могу сказать, что она мне не нравится ни в коем случае, но вот эти продукты у меня стоят чуть выше по позиции. Безусловно, Pure классная линейка. Она подходит там для, тоже для всех типов волос и кожи головы, но лично мне, по ощущениям, к примеру, нравится больше увлажняющая серия. Ну, я просто про шампунь и кондиционер, наверное, практически ничего говорить не буду, потому что я как-то спокойно к нему. У меня есть другие любимчики, о которых мы чуть далее поговорим. Ну, я просто от себя скажу, что просто шампунь хорошо промывает, кондиционер хорошо увлажняет, но каких-то для себя именно, что, боже, я буду только пользоваться лондой, шампунем и кондиционером, я такого именно в плане вот двух этих категорий не увидела, поэтому вот Кирилл про них рассказывает. По своей сути, да, увлажняющей линейки, простите за тавтологию, задачу увлажнить волосы, да, и кожу головы. На 100% эта линейка с этим справляется. Опять же, есть какие-то конкретные индивидуальные там особенности, кому-то не хватает, кому-то хватает и так далее. Слушайте, миллион брендов в мире сейчас есть, да, и, ну, если вам условно там не понравился какой-то бренд, то попробуйте поменять его на другой. Это не говорит о том, что он плохой. Это говорит о том, что, может быть, конкретно какой-то компонент вам, да, не подходит или ваша задача не настолько сильно выполняется этим продуктом. Но лично, на мой взгляд, я работаю, послушайте, работаем каждый день, абсолютно точно. Всегда именно эта линейка, ну, в большинстве своем, используется мной перед стрижкой, да, если у клиента нет задачи покрасить волосы, я мою шампунем увлажняющим и наношу по длине на 2-3 минуты на подсушенные волосы кондиционер увлажняющий. Абсолютно круто вообще. Мне хватает кондиционирования точно. А что скажешь? Как раз у тебя здесь еще стоит линейка для окрашенных волос. Да, есть линейка для окрашенных волос. Она, опять же, тоже подходит для всех типов волос, и она подходит для всех типов кожи головы. Эта линейка Color Reddish, она предназначена для волос осветленных, обесцвеченных, окрашенных. Вне зависимости от техники выполнения окрашивания, вне зависимости от уровня глубины тона, подходит абсолютно всем. И важно понимать, что и эта линейка для окрашенных волос, и увлажняющая серия подходит для использования каждый день. То есть это не говорит о том, что... Ну, вот есть, например, там, условно-технические продукты, типа там, шампунь глубокой очистки. Его не рекомендуется использовать каждый день. То эти продукты каждый день, два раза в день, три раза в день, раз в неделю, без разницы. Пользуйтесь на здоровье. Ну, слушай, три раза в день не надо мыть, потому что липидный слой кожи может пострадать. Ну, глобально, глобально, плохого ничего не произойдет. Но каждый день три раза мыть волосы не надо. Да, безусловно, есть какие-то нюансы. У меня был момент в жизни, когда я мыл голову реально два раза в день. Я помню, что ты... Я даже помню этот период, когда у тебя очень жирность высокая была. Скорее всего, работа сальных желез была нарушена. И спустя несколько часов после того, как я помыл голову, мне опять хотелось помыть голову. После этого я начал пользоваться там чуть другим брендом, там, тренером которого я стал впоследствии. Влад, ты же можешь сказать. А, Ниоксин точно. Мы нас не спонсировали на видео. Да-да-да, вот компания Ниоксин. И, в принципе, это вот те продукты, которые есть там в составе, мне очень даже помогли. Эта линейка, она предназначена, повторюсь, просто для окрашенных волос. И пользоваться ей можно каждый день. И опять же, как и этим, эта линейка, я и эта линейка пользуюсь каждый день. Потому что ко мне приходят клиенты не только с натуральными волосами, но и обесцвеченными, окрашенными. И перед стрижкой, к примеру, шампунь и кондиционер идеально. Шампунь классно промывает кожу головы. Кондиционер, в свою очередь, сохраняет цвет. Да, он не вымывает пигмент. И классно кондиционирует. Мне хватает, по крайней мере. А вот, кстати, ты, когда меня красишь, ты им как раз-таки и моешь волосы. Ну, конечно, это второй этап. То есть после этапа обесцвечивания я пользуюсь другим, другой линейкой. Но после того, как мы с тобой смеваем тонирование, то есть второй этап окрашивания, я, конечно же, пользуюсь шампунем и не кондиционером, а стабилизатором. Ну, стабилизатор, по сути, это такой технический продукт, который является кондиционером, но в момент окрашивания. Да. Вот. Маст хэв лично для меня я всем рекомендую. Вот здесь, наверное, вот начиная с этой маски, я отдам слово Лизе, потому что, ну, мне в любом случае тоже есть что сказать про этот продукт. Ты просто будешь дополнять? Чуть позже, да. Но она им очень много пользуется, она его любит, этот продукт, поэтому слово ей. Да, это одна из тоже моих любимых масок. Считаю, у Лонды очень удачным продуктом вот именно линейка Visible Repair. У нас здесь будет еще одно средство, ну, давайте я сразу тоже про него скажу, потому что вот эти два желтеньких друга мне нравятся в уходе за поврежденными... Миньоны такие же. Да, в уходе за поврежденными, осветленными волосами очень сильно. Я вот начала знакомство как раз, наверное, в салоне, потому что ты мне постоянно делал эту маску. Теперь она есть у меня дома и тоже очень нравится. У тебя другой формат вроде, да? Ну, у меня, у меня, у меня огромная банка, но на самом деле можно купить сейчас и огромную такую. Мне кажется, даже в золотом яблоке можно купить. Ну да, есть просто разный формат, то есть у этих вот вариаций тоже есть не только там вот такие маленькие объемы, но и есть большие литровые, и у маски Visible Repair есть, конечно же, формат, где это такая большая банка, которую вам хватит, ну, точно на доллар. Ну да, ну как бы здесь можно, конечно, сначала купить или попробовать, допустим, в салоне просто ее, да, уже потом купить большую банку, если вы точно будете знать, что это средство вам понравилось, и вы не хотите никакое другое больше. Но в целом маска очень круто работает как раз с восстановлением волос, ну, с косметическим, да, восстановлением. Заполняет пустоты в поврежденном волосе, потому что там есть гидролизованный шелк, по-моему, протеины, да, есть здесь тоже. Это к тому, что ты не в курсе, что там составит. Не то, что не в курсе, я про многие бренды, про многие продукты, конечно же, знаю, что у них есть в составе, но я никогда не делаю на этом акцент. То есть я не являюсь трейдером компании, я скорее вот реально говорю какие-то эмоциональные составляющие, чем технические. В общем, для поврежденных волос я очень сильно рекомендую. Для таких, у которых нет сильных повреждений, конечно, эта маска скорее может даже утяжелить, но просто она вам не нужна, да, с таким сильным эффектом. Но вот если ваши волосы прям требуют какого-то сос-восстановления, то маска Visible Repair вам поможет. И второй ступенью, которая вам тоже поможет, но в целом можно и сочетать, а можно использовать как самостоятельный продукт, это несмываемый кондиционер, который тоже глубоко питает, увлажняет волосы, но вы его уже не смываете. И я лично люблю его использовать как основу под дальнейший стайлинг. Либо же просто как самостоятельный продукт, когда даже феном не сушу волосы, просто вот бывают дни, когда я ничего не делаю с волосами, я просто наношу несмываемый кондиционер. У меня, кстати, за этот год накопилось довольно много любимчиков именно в этой серии несмывашек. И мне кажется, что я уже скоро, наверное, даже выпущу такое видео, поэтому напишите мне, на самом деле, нужно ли выпускать видео с подбором лучших несмываемых кондиционеров. Я думаю, нужно. Потому что очень классный продукт, как вот в целом, да, не только Лонда, но по своему, как сказать, назначению классное средство, которое продлевает увлажнение на волосах, сохраняет влагу и как раз вот служит такой жирненькой, хорошей подложкой под дальнейший стайлинг. От себя могу сказать таких несколько слов. На мой взгляд, этот продукт, если мы говорим про маску, восстанавливающую маску без этого репаэр, недопустимо дешево стоит. Я абсолютно точно уверен в этом, потому что она отрабатывает, мне кажется, в раз, ну, пять, так реально больше, чем она стоит. Я знаю кучу прихмахеров, которые работают на премиум сегментах, да, и вне зависимости от того, что в их бренде есть маски восстанавливающие, они рекомендуют маску Лонда Профессионал. То есть я не говорю о том, что она там, ну, дешевая и так далее, но ее цена, на мой взгляд, занижена даже, она должна стоить дороже. Что касается этого продукта, его задача, по сути, заполнить пустоты, которые появляются в пористом волосе, да. И это позволит вам чуть лучше уложить волосы, они будут больше блестеть, они будут лучше выглядеть. И вот сочетание, точнее, даже не сочетание, а просто компоновать эти продукты в своем сервисе по уходу за волосами, абсолютно стопроцентный вариант, ну, классных волос. Домашнем, домашнем сервисе. Ну, это профессиональное определение, да. То есть, ну, как, домашний уход, домашний сервис. У нас еще одна несмывашка, которая, на мой взгляд, она чуть-чуть полегче, чем... Ну, кстати, формально вот эти два продукта можно даже укладочными назвать. Ну, да, это уход плюс таллин, потому что там есть силиконы и есть полимеры, которые дают вам термозащитный эффект. Но именно по воздействию, мне кажется, что это по текстуре даже немного такая чуть-чуть... Ну, в общем, это сильнее средство. Это прям для очень поврежденных волос прям супер. Хотя и это тоже хорошо сработает, да. Не делай такой большой акцент для любых поврежденных. Очень поврежденных, менее поврежденных. Ну да, они все равно поврежденные. Даже банально, если... Ну, давай не будем в негатив это вводить. Скажем, что просто если у вас есть осветление или обесцвечивание, этот продукт вам точно подходит. Потому что как только у тебя появляется обесцвечивание на твоих волосах, у тебя волосы автоматически переходят в категорию, там, пористых условно. Поврежденных. Поврежденных, да. Ну, видишь, я, наверное, как парикмахер, как профессионал стараюсь все вот эти негативные определения убирать. То есть у меня там нет в моем лексиконе слова выпадения, к примеру, да, потому что клиенты этого пугаются. Есть слово истончение. В принципе, оно означает глобально то же самое. У тебя выпадают волосы, у тебя истончаются. Ну да, да. И здесь то же самое. Вот. Назовем повреждением, заменим слово повреждение на пористость. Это одно и то же. Ну, а вот эта штучка, мне кажется, что она может подойти вообще любым волосам. Да, это линейка Curl Definer, она предназначена для, вся эта линейка, если вы видите вот такую волнообразную линию, она предназначена для вьющихся, кудрявых, текстурных таких вот волос, и я ее обожаю. Но по факту ее можно и напрямую наносить, вот эту штучку. Ну да, ну как бы и это можно. Да, да, да. Просто именно ее предназначение, по сути, да, то есть даже слово Curl говорит о том, что нужно носить на вьющиеся волосы. Извините, топ-стилист здесь один. Я просто стилист, не обижайте меня. Ты топ-стилист Лондон, я просто стилист по волосам. Вот. И смотрите, здесь, что важно сказать, я обожаю этот продукт, я обожаю этот продукт при работе с вьющимися волосами. Ну, на мой взгляд, у него есть один, не то что даже минус, но, блин, фиксации здесь и быть не может, по сути, да. То есть это все-таки не укладочное средство, это все-таки уходовое средство, да, это несмываемый кондиционер. Кстати, очень странно, что я здесь не поставил, вот, я здесь не поставил третий продукт. Это несмываемый кондиционер для окрашенных волос, который тоже является топом, но, видимо, просто забыл. В общем, классный продукт для вьющихся волос. Единственные факты, которые нужно знать об этом продукте, у нее нет фиксации. То есть, если вы хотите какую-то более такую фундаментальную укладку своих вьющихся волос, она вам это не позволит. Ну, это можно сочетать. Дальше будут продукты, да, которые мы проговорим. Здесь мы сказали. Из ухода у нас осталось... И, кстати, да, линейка Тонплекс, это... Ну, у нас это моя такая уже замызганная немножечко маска. Да, ну, ничего страшного, все будут, в принципе, понимать, о чем речь. Мы просто... Прям борьба за вам с тобой сегодня. Линейка Тонплекс, это относительно новый... В прошлом году появился, да, да. Ну, относительно новый, да. Относительно новая линейка, она до сих пор еще... Ну, она пополнялась, то есть, поначалу там было не так много цветов. На мой взгляд, очень классный продукт. На мой взгляд, опять же, может быть, отчасти недооцененный. С точки зрения даже цены, потому что, мне кажется, она должна стоить дороже. И не раскрученный еще такой просто. Ну, мы даже не раскрученный, да. Про Лонда Тонплекс узнали исключительно вообще от меня, с моего канала. Потому что конкретно про эту маску, Rose Gold, я рассказывала в том, как поддерживать теплые оттенки блонда, потому что очень многие... Куча роликов про холодный блонд, в том числе от меня. Но про теплые оттенки блонда, чем их поддерживать, вот, ну, единицы, да, информацию, где найти. И вот эта маска может дать вам красивый теплый блонд. Мне кажется, что вот она прям классно работает. Лично для меня есть несколько фаворитов. Это топ это фиолетовая, топ 100% это серая. Мне очень нравится розовое золото, оно не всем нравится, но я прям котирую. Понятно, что я, может быть, в салоне еще иногда не в чистом виде это использую. Добавляю туда немножко фиолетового, добавляю немножко там какого-нибудь красного и так далее. То есть получаю разнообразнее цвета, чем они являются в чистом виде, но хотя они в чистом виде тоже неплохие. Вот, попробуйте обязательно, обязательно, но будьте аккуратны там с красными оттенками с точки зрения того, что не красите голыми руками, потому что, скорее всего, покрасится кожа. Ну, фиолетовая маска окей. Фиолетовая окей, но все равно я всегда рекомендую эту маску, эти маски, это всю эту линейку использовать в перчатках, да, если вам важна ваш цвет кожи рук и маникюр. В принципе, да, более чем достаточно, да. Если есть, кстати, какие-то вопросы, обязательно задайте нам в комментарии, и вдруг у вас есть какой-то ваш фаворит, который вы хотите, о котором вы хотите с нами поделиться, напишите, мы с вами, может, пообщаемся. Или же у вас есть вопрос или, допустим, негативный опыт используем, что-то вам понравилось, тоже поделитесь. Да, и положительно, и негативно все можете писать, мы все прочитаем и посмотрим. Давай вот здесь одно средство вот сюда мы передвинем, потому что оно все-таки может нести чуть-чуть как бы и уходовое, и стайлинговое средство, а дальше уже как раз про любимые стайлинги. Давай мы тогда поговорим здесь сразу вот про эту штуку, да, и мы сделаем, знаешь, каким образом? Мы сделаем, например, вот таким образом сразу. Это масло-вельвет ойл, в составе есть органовое масло. Его задача по своей сути это наполнить волосы, ну, грубо говоря, сделать их плотнее, добавить им эффекты термозащиты, добавить им блеска. Это абсолютно точно топ компании Лондо Профессионал, потому что у нас масло льется, и это просто литрами. Очень жаль, что для салона нет, знаешь, таких вот, когда готовят на кухне вот такие вот литровые банки. Мы бы 100% вообще литрами бы выливали ее. Очень классное масло, всем рекомендую. Я думаю, очень важно понимать, что это очень легкий продукт. Переутяжелить этим продуктом волосы нужно настолько сильно постараться. Ну вот прям вылить из банки, да. Если мы говорим о разумном потреблении с точки зрения, там, 2, 3, 4 нажатия на длинные, на короткие, на короткие, наверное, 2, 1,5-2, в зависимости от пористости, то этот продукт реально, по моим ощущениям, подходит, ну, практически всем волосам. Вне зависимости от структуры, длины, стрижки, цвета и так далее. Почему я поставил таким образом? Это сочетание продуктов, кондиционер и масла является неким таким экспресс домашним уходом за волосами для любого клиента. Мне кажется, что на заре моего канала, где-то в роликах, которые выходили, там, 5-4 года назад, я рассказывала уже про это масло и, возможно, даже это был первый мой опыт знакомства с брендом на тот момент. И тоже, да, до сих пор считаю, что это одно из лучших масел, который как раз несет несколько функций в себе, как термозащита, смягчение, увлажнение, убирание пушистости. То есть такое классное, несмываемое средство, которое, кстати, вы можете... Подвигаем даже глаза после лепочек. Нет, вы еще можете использовать его и на сухих волосах, если вам нужно добавить вот этого глянцевого блеска, капельку уже растереть между рук и просто пройтись по волосам, не затрагивая прикорневую зону, чтобы не утяжелить ваши волосы. Лайфхак. Если вдруг так получилось, что вы на сухие волосы, нанеся этот продукт, переутяжелили волосы, такое может быть поначалу, не понимая, сколько нужно наносить и так далее, вы можете просто чуть активнее волосы просушить. И вместе с влагой какая-то часть масла выпарится. Пока мы не начали говорить про укладочные средства, маленький лайфхак нанесения любого стайлингового средства на волосы. Вы можете всегда наносить его слоями, то есть вы можете нанести любое стайлинговое средство на практически мокрые волосы, подсушить и нанести еще раз, потому что когда вы начинаете сушить волосы, любое стайлинговое средство смешивается с водой, фиксация разбавляется, и как минимум ваша вода, испаряясь из волос, убирает фиксацию, убирает эффекты от этих продуктов, которые могли бы получить. Поэтому это масло можно там довносить, но это минимальное использование, то есть там не нужно довносить столько же, сколько вы нанесли на влажные волосы. Не утрируйте мои слова. Все, в принципе, про масло я сказал все, давай едем дальше. Давай едем дальше и расскажем. Давай мы с твоих топов. С моих топов. Можешь взять свои продукты, которые тебе нравятся? Так, вот, я возьму вот это. И все, что ли? Вот это. Это вот мои любимчики. А все остальное... Это топ Лизы, а это мой топ. Нет, ну у меня же было вот здесь. Я вон. Ну, сухой шампунь тоже можно, потому что он тебе и мне нравится. Вот. Ну, хорошо. Мой любимчик, вот в этом году я познакомилась с этим средством. Это разглаживающий крем. Как это он его звучит? Крем. Мы с ним в этом году познакомились. Да, привет. Разглаживающий крем Tame It. У меня он в стайлинге таким образом применяется. Я люблю его на второй день. Когда вот я проснулась, у меня что-то неровно на голове. Я беру просто из пульверизатора немножечко смачиваю волосы. Вот обо мне вы так говорили, как Лиза говорит об этом стайлинге. Я люблю его на второй день. Прям романтика вообще. Так, волосы немножечко смочились. Я одно нажатие буквально. То есть это не свежевымытые волосы? Да, это на второй день, да. По рукам распределила, нанесла на волосы, расчесала и вытянула. Убрались все вот неровности, которые были после сна. При этом нет эффекта грязных волос. Очень легкий продукт сам. Да, он очень легкий и хорошо работает с разглаживанием. И я его также применяю, безусловно, и на влажных волосах, просто на свежевымытых волосах тоже. Но мне просто как-то больше нравится... У меня есть другое средство именно для разглаживания, любимое, на влажных волосах. А на сухих никогда не было, потому что все средства, ну, подобные, используются все-таки на свеженьких. Да, да, да. А это средство хорошо работает именно тоже на сухих, поэтому такой лайфхак для вас. Кто ищет разглаживающее средство, которое можно применять и на сухих, и на влажных, это оно. Безусловно, классный продукт, он не является, наверное, каким-то топом моих продуктов в компании. Вот, я его использую, ну, достаточно, ну, наверное, редко. У меня еще есть несколько продуктов, условно заменяющих этот, которые являются разглаживающими. Но, в свою очередь, скажу, что он очень круто работает. Он, безусловно, легкий для его задачи, да, то есть разгладить, заполнить и так далее. Но, повторюсь, просто не является моим топом. Классный продукт, попробуйте, безусловно. Если у вас есть проблема, там, с пушистостью, если у вас есть проблема с разглаживанием. Да, кстати, да, хороший легкий. У меня обычно вот так вот, когда на вымытые волосы. Да, это первое, это второе, грубо говоря. И вот так, в таком сочетании отличный результат в укладке дает. Да, супер. Но это тоже одна из паст, про которые я рассказывала в своих первых видео с укладками. И я думаю, что вы все видели это видео. Файберап, ну не паста, это гель, да. Это скорее крем такой. Крем, да. Крем в разных форматах. Но все равно, я их все называю пастами, потому что здесь мы дальше про глину. Да, вот он. Он довольно приятно пахнет, очень имеет хорошую фиксацию. То есть он нет, я не скажу, что он прям суперлегкий. Он все-таки хорошо фиксирует. Вот, поэтому из вот таких хорошо фиксирующих паст, но которые не дают эффект склеивания шлема и каких-то какой-то такой неаккуратной небрежности. Поэтому кто ищет вот из, наверное, таких недорогих паст, ну а для меня недорогие пасты это все-таки где-то 500, мне кажется, 600 рублей. Вот, помню, столько стоит это средство. Плюс-минус. Примерно. Которого вам хватит на 100 лет. Ну ладно, здесь как бы в течение 12 месяцев нужно его использовать, но все же. Ну хватит на 100 лет. Да. Давайте про мой топ поговорим. Давайте, раз уж Лиза закончила вот Fiber Up, я тогда расскажу про Shift It. Это матовая глина. Здесь, конечно же, написано на упаковке, что это типа линейка Men, но по факту вы понимаете, что вне зависимости от того, Men или Woman. Очень крутой продукт, использую его и на длинных волосах, на средних волосах, на коротких волосах. Для текстурирования. Да, мне нужно протекстурировать волосы. Если мы говорим о какой-то накрутке на термоинструмент, протекстурировать волосы матовой глиной. Классный вариант. Но только если вам нужна матовая текстура, если вам нужен глянец. Это больше, я бы сказала, для светлых волос, для блондинок, потому что лично я вот на темных волосах матовая. Хочется блеска темным волосам. Ну, практически всегда. Это тебе. Смотри, это тебе. Я, у меня, может быть, формат работы с волосами, он не ограничен вообще ничем. Для меня в целом не является моветоном матовые волосы. Нет, мне тоже. В зависимости от формата, в зависимости от задачи, которую ты должен выполнить. Потому что, ну, к примеру, да, если мы будем говорить про соляной спрей, то соляной спрей нифига не дает глянцевый эффект, он дает матовый эффект. И, по сути, здесь я буду говорить об этом же. То, используя этот продукт на волосах, вы будете получать матовый эффект. С другой стороны, у него небольшая фиксация. То есть, если вы хотите какую-то матовую, зафиксированную укладку, в смысле, коротких волос, то, скорее всего, вам еще придется пользоваться чем-то дополнительно для фиксации. Потому что фиксация у него, ну, вот, единичка. Ну, такая легкая. То есть, она именно, этот продукт создан для работы с текстурой. То есть, не для фиксации чего-либо, да, прямо активно, а просто придать волосам какой-то небрежности. И раз уж мы начали говорить о соляном спреи, давайте поговорим про линейку Multiplay. Тоже относительно новенькая линейка, да, относительно новые продукты в компании. Но я лично для себя просто выделил только соляной спрей. Другие продукты тоже классные, но это прям must-have. Он прям, как только появился, стал лидером продаж. Его использовать можно в разных форматах, начиная от прямого назначения, получения такого мокрого эффекта, грубо говоря, да, как будто бы вы только-только вышли из моря и из океана, заканчивая, к примеру, объемом. Если у вас, да, как спрей для объема можно использовать на влажные волосы и потом аккуратно просушивать на, ну, там, чуть приподнимая прикорневую зону. Особенно на неокрашенных, скорее всего, да, волосах, которые вот такие... Честно, на любых. Ну, так, глобально, да, на любых. Единственное, что у него прям такая хорошая фиксация, вот. Шуршать волосы будут? Шуршать волосы будут, да. И будьте с ним аккуратны, не носите много его, прям вот постепенно-постепенно наслаивайте этот продукт для достижения классного и, ну, нужного вам результата. Дальше мы давайте перейдем к... Волос? Ну, давай мусс, да. Для тех, у кого, к примеру, тонкие волосы и хочется сделать структуру волос чуть... Не структуру, а вот именно эффект после укладки такой более плотных волос, более объемных волос, можете использовать мусс нормальной фиксации Enhanced It. У него вот такая вот зеленая маркировка. У него зеленая маркировка, потому что там полно легкой, да, фиксации? Легкой фиксации, да. Я бы именно поэтому и взял для клиентов с тонкими волосами, для клиентов, которые не любят ощущения стайлинга на волосах. А другие муссы есть, да, по-моему? Да, да, там, ну, по возрастанию фиксации, там, от зеленой до условно-фиолетовой. Классный продукт, тоже достаточно часто его использую, если мне не нужно ощущение вот пены на волосах, да, вот прям вот ощущение фиксации. Вот так я тебе могу сказать. Наносите, можно, в принципе, даже от корней до концов его наносить. Можете наносить его, нанося на расческу, расчесывая волосы, можете там отдельно руками нанести. Просто, ну, вот нанося через расческу, это как-то получается более равномерно, чем вы нанесете это руками. Ну, вот лично по моим ощущениям. Купите, попробуйте, прям вот рекомендую. Даже если это не будет продуктом на каждый день, для каких-то моментов, когда вам нужно там куда-то пойти, или там перед, например, использованием термоинструментов. Перед накруткой, кстати, да. Перед накруткой, да, для достижения более плотного результата и лучшей фиксации укладки, это важно. Да. Можете нанести на влажные волосы, и будет вам счастье. Да, такой лайфхак, что если ваши волосы плохо держат накрутку, на утюжок, на другие горячие инструменты, то обработайте ваши волосы муссом. Да. Потому что будет больше такая, ну, больше фиксация. Да, 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 хрусткость такая тоже будет лучше. Дальше поехали. Сухой шампунь, опять же, опять же, топ-топ вообще компании. Топ по продажам в компании, потому что когда он появился, очень долго, боже мой, очень долго ждали вообще появления сухого шампуня в бренде. Но мне кажется, что наши маркетологи сделали очень классно, они собрали большую информацию, да, и там, и от конкурентов, и так далее, и сделали реально универсальный продукт, реально классный продукт. Сухой шампунь, опять же, мною используется реально на разных стрижках, на разных длинах, и я его просто обожаю. Я его обожаю использовать на клиентах, на съемках, когда мне, к примеру, в формате обновить укладку, если, к примеру, там, у клиента или у модели не свежая голова, для того, чтобы, ну, придать какого-то вот новой этой текстуры, я добавляю, использую сухой шампунь. Либо, например, на свежую уже вымытую голову, если мне нужно добавить объема волосам, я использую, опять же, сухой шампунь. Он классно, если у вас грязная голова, если не свежевымытым, классно абсорбирует этот себум, который выделяется на коже головы, и придает волосам, ну, как будто бы свежести. Но он не заменяет ни в коем случае обычный шампунь. Никто не думает об этом, что можно не мыть голову, используя только сухой шампунь. Вам слово? Да нет, я абсолютно согласна. Я просто хотела добавить, что я тоже считаю его удачным сухим шампунем на российском рынке на текущий день. Удачный, 100%. Поэтому, если вы искали что-то, кроме Батист... Я боялся, что ты скажешь это слово. Да, нет, на самом деле я не люблю, мне не подходит. Мне тоже нравится. У меня голова чашится от Батист, поэтому я не использую их. Но вот продукт от Лондо, сухой шампунь, он мне понравился, поэтому тоже рекомендую. И часто, в том числе на консультациях тоже своих, его рекомендую тем, кто в поиске сухого шампуня. Ну, к слову говоря, у меня сейчас на волосах этот сухой шампунь, и это, наверное, один из немногих продуктов, который мне нравится по ощущениям на коже головы. Я тоже, знаешь, я же... Ну, я понял, что я прихмахер, но я, в первую очередь, тоже, там, клиент, да, в этом случае. И для меня важно, чтобы вот при тактильном... Вот когда я трогаю волосы, мне нравилось, как они вот на ощупь. Сухой шампунь классный. Дальше. Ой, ну это... Ну вот есть, знаете, вот есть топ, а это топ-топыч, знаете, такой. Это вот прям... Топ-топыч. Это прям царь топов. Слушайте, не буду, правда, про него реально много говорить, потому что он говорит реально сам за себя. Мы пользуемся этим продуктом, ну, на каждом клиенте. Ну, мы же каждого клиента сушим после стрижки, там, я не знаю, укладки, перед накруткой, перед выпрямлением, перед, в принципе, сушкой, стрижки. Мы всегда пользуемся термозащитой. Это, ну, просто... Топ-топыч, кстати, классное определение. Да. Рекомендую вообще, если вы ищете термозащиту с легким эффектом, то есть у нее есть небольшая фиксация, но она практически незаметна, и она абсолютно точно на 300% свою задачу выполняет. Вот, наверное, все. Ну, раньше мне этот продукт нравился, но потом мне показалось, что он стал очень сильно сушить волосы, и я нашла другие альтернативы термозащитным спреям, которые мне нравятся больше. Поэтому я не могу сказать, что вот сейчас я его выделяю. Но мы с Кириллом обсуждали, что, возможно, если у вас тоже есть этот продукт, и вы заметили, что он вам сушит, то попробуйте сочетать его с маслом, попробуйте сочетать его с несмываемым кондиционером, который будет давать вам увлажнение. Этот или увлажняющий, или для окрашенных волос. В каждой линейке есть кондиционер. Чтобы не выбрасывать, если, допустим, вот есть какая-то проблема с сухостью. Но такое, скорее всего, будет вот именно на... Может быть, на осветленных, поврежденных волосах. Ну, давай последние два продукта. Классный продукт для бьющихся волос. Я не слышала. У него неплохая, кстати, фиксация. Ну, то есть, здесь хотя бы хоть и написано, что единичка, но после того, как волосы высыхают, у них есть небольшая хрусткость такая, знаешь, вот, ну, прям очевидная. Для того, чтобы... Если вам не нравится сильная фиксация этих продуктов, вы можете использовать в сочетании с маслом, опять же, смешивать в руке и наносить на волосы. Соотношение я не буду говорить. Для каждого оно свое. У кого-то одно-два нажатия. Кто-то много его наносит, кто-то его мало наносит. Я, в принципе, нигде вообще не говорил про количество нанесения на волосы, потому что оно у всех реально разное. Есть рекомендации от бренда по каждому продукту. Но, как показывает практика, мы всегда работаем на ощущениях, мы всегда работаем на каких-то своих, на каком-то своем опыте. Вот. Продукт для вьющихся волос, если вы хотите подчеркнуть свою структуру и текстуру вьющуюся, этот продукт подходит на 400%. Но, если вы избегаете силиконов, кто обладательниц кудрей, кто там следует керли-герл методу от и до. Я знаю, Кирилл такое не любит, но я должна об этом сказать, что там есть силиконы, поэтому... Ну, есть реально те, кто избегает их. Слушай, у всех раз... Я со своей парикмахерской точки зрения всегда оцениваю. Как бы я не говорю, что это ни в коем случае неплохо, нехорошо и так далее. Я за то, чтобы вы попробовали и такой, и такой метод. Вот это правильно. Просто кому-то реально... На этом надо было точку поставить. Да, просто кому-то реально подходит лучше, когда нет силиконов, а кому-то вообще пофиг, там, что там в составе, классно работает, и все. Ну, вот это, кстати, мой путь. Да, я тоже пробую разное, и иногда мне реально больше нравится сочетание срез без силиконов. Я не говорю там про лонду. А иногда и все классно выглядит, и там, где есть силикон, и куча всяких разглаживающих там компонентов. Но просто важно вам самим попробовать, чтобы понять, что вам больше нравится визуально, и с чем вы себя комфортнее чувствуете. И давайте закончим это видео таким прям самым длинным продуктом из всех, которые у нас есть. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Это отец вот этого продукта, топ-топача нашего. Лак легкой фиксации, layer up, тоже, правда, прям топ продуктов. Мы очень много пользуемся этим продуктом, потому что почти все клиенты... Ну, во-первых, еще есть, конечно, вот, знаешь, такой пережиток, что все боятся лака, все боятся какой-то фиксации, и у этого продукта минимальная фиксация. Он очень классно отрабатывает свою задачу на волосах. При желании его можно счесать, при желании можно что-то прям реально зафиксировать. И единственный, единственный для меня один большой жирный минус, что этот лак, по моим ощущениям, не сухой. Вот был до этого, да услышит меня руководство компании. Был до этого лак, он назывался Essentials, идеальный лак. Ну, лично в моем топе это был просто... Это даже не один, это вот где-то вот, ну, бог, бог лаков для меня был. Я его обожал, мы его просто, ну, вот, все боготворили. Это тоже блонди, да? Да, это вот, грубо говоря, до перезапуска. До перезапуска был лак Essentials. По своей сути он тоже сухой, но вот Essentials был идеальный лак. Верните Essentials. Верните, да, хэштег верните Essentials. Тоже классный, ну, правда, если вы прям с шутки в сторону, мы очень часто им пользуемся. Но он фиксирует? Он фиксирует хорошо, не-не, он очень хорошо фиксирует. При большом желании, при правильном нанесении он фиксирует и не оставляет мокрых пятен. При правильном использовании, это важно заметить. Ну, да, да. Любым, даже сухим лаком, да, даже сухим лаком, мне кажется, можно оставить жирное пятно. Вот, и попробуйте, да, безусловно, я вот не знаю, кстати, известно, есть ли меньше формата, но даже если вы купите этот большой формат, боже, вам хватит его. На всю семью. Внукам передадите. Ну, все, да, тогда. Да, мы очень много рассказали про продукты Лонда. Хотели 10. Получилось 40. Хотели 10, хотели на 20 минут, но получилось как обычно. Но я надеюсь, что вы узнали для себя что-то полезное, попробуете, к чему-то присматривались и не могли принять решение, теперь вы его примете. Все ссылки на продукты, о которых мы сегодня говорили, есть в описании под видео. Я благодарю Кирилла, что он так подробно рассказал, исходя из своего опыта, исходя из того, что он является тренер, кто ты? Я топ-стилист компании Лонда. Топ-стилист. Ты кто? Ты кто? А что тебя зовут? Да, топ-стилист компании Лонда Professional. Если будут вопросы, если есть опыт использования разный, то задавайте их в комментариях, мы на все постараемся ответить. На этом все. Да, на этом все. Я бы хотел, кстати, вот от себя сказать, дайте чуть активности на этих роликах, потому что, ну, что-то какие-то вы стали, ну, я не знаю, грустные, да, какие-то скучные вообще. Мы для вас стараемся, тратим реально кучу времени, кучу, кучу средств, кучу времени на подготовку для того, чтобы вам рассказать что-то о, там, наших продуктах, рассказать о стрижках, рассказать об окрашиваниях и так далее. А вы прям какие-то, ну, я не знаю вообще. Лайк, подписка, комментарий. Все? Правильно? Да. Колокольчик. Колокольчик. Дилин. Дилин. Все, супер. Я рад был, я рад. Да вот она меня перебивает сегодня. Я вообще молчала. Я рад быть сегодня реально здесь, меня давно не было на канале. И все, наверное, да, на этом все. До новых встреч. До новых встреч. Пока.